Дорогие друзья, вот и наступило время нашей прекрасной передачи Куншуах. Сегодня 20 февраля, понедельник. Спешу, как обычно, пожелать вам замечательной недели, наполненной прекрасными самыми впечатлениями, хорошими, добрыми делами, ну и, конечно, блестящими идеями. Как обычно, после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Сяческий старался заработать ДимаTorzok 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 В комсомольской работе он читал, участвовал в газетах, в газетах печатались его стихи, где он говорил о белогвардейцах, о борьбе народа и о Варенбурге, что там происходило в то время. Все у него как-то выражалось в стихотворениях. И Масаж Алиль, после того, как побыл здесь, он вернулся снова в деревню, где тоже вел комсомольскую работу, но заодно он не учился. Учился в Казани. В Казани, когда он приехал, он познакомился с такими же сверстниками, как он, работал в газете и печатались там у него стихи, за стихами, которые он тогда сочинял. Но он был как-то неудовлетворён этим, продолжал дальше учиться. И в то время в Москве открылся оперный театр, при котором можно было работать. И Масаж Алиль работал при этом в театре. Он вместе с другими писателями, музыкантами сочиняли они либретто, произведение музыкальное. И там же он познакомился с нашим, тоже нашим уральским поэтом, извините, композитором, с композитором Жекановым. И они сдружились, они были, ну как-то вот один писал, другой писал музыку, и у них был как бы один дух, одно его увлечение. Роза Хабибулловна, я извиняюсь, конечно, биография у него очень обширная, я боюсь, у нас эфирного времени не хватит. Давайте вот на самых интересных таких фактах, вот что бы вы хотели отметить, а дальше, думаю, гости дополнят и тоже поделятся своими впечатлениями. Потому что каждый из вас внёс свою лепту тоже. Я просто был в юности, вот что он в юности, в проведении данного мероприятия. И был активным и был как бы в передовых рядах. И так он работал до 41-го года. И вот у нас, где мы проводили это мероприятие, наш художественный руководитель Эль Мира Ханон, ну, расскажет, как мы это мероприятие проводили. А потом несколько слов будет сказано о его военной деятельности, нашей Домирой. Добрый день, дорогие телезрители, дорогие друзья. И вновь мы опять с вами вместе. Ну, правда, Лаурочка, мы давно уже не были, да? Благодарим вас за приглашение. Почти год. Да, очень здорово здесь у вас побывать в студии и быть на прямом эфире с нашими любимыми телезрителями. Хочется сказать, что у нас недавно только мы провели мероприятие. Это было 16 февраля этого года, только буквально на той неделе, в четверг. Мероприятие, посвященное герою Советского Союза, татарскому поэту Мусе Джалилю. Мероприятие очень прошло трогательно, великолепно. Нашими гостями были студенты педагогического колледжа, преподаватели. А потом уже как бы и пришли студенты педагогического университета. Было прекрасное мероприятие, где и дети читали стихотворения, стихи Мусы Джалиля, и взрослые. А наша фольклорная группа Ялкен исполнила замечательные песни на слова любимого поэта Мусы Джалиля. Очень трогательные песни были. Сегодня, конечно, мы некоторые из них озвучим, слышим. Ну, может, сейчас сразу и озвучим первую песню? Нет, сначала, может быть, это послушаем. Военные годы, может быть, рассказать? Военные годы? У вас всё по сценарию, по плану, хорошо? Пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие зрители. Я хочу продолжить то, что рассказала Роза Хабиболовна. Коротко его военную биографию. Он был призван в ряды Красной Армии, был корреспондентом военной газеты, служил политруком, но был тяжело ранен и попал в плен. Когда он был в плену, то в то время фашистское командование пыталось создать полк, так назывался полк Идель-Урал, из военнопленных татар, башкир. И Мусаджалиль, как грамотный человек, должен был агитировать этих военнопленных, чтобы они воевали на стороне фашистской Германии. Но Мусаджалиль ездил по этим, по лагерям военнопленных и проводил, наоборот, антифашистскую агитацию, за что и попал в тюрьму Моабит. В этой тюрьме он сочинил очень много произведений, более ста произведений. Вот, эти произведения были написаны на каких-то клочках бумаги, буквально на каких-то там обертках. И благодаря тому, что вместе с ним находился бельгийский коммунист, вот он смог эти стихи, эти произведения сохранить и донести до нас. В 1944 году Мусаджалиль был казнен именно за свою антифашистскую деятельность. А этот бельгийский антифашист вскоре после войны передал их советскому консулу. И они таким образом дошли до многих, ну, до нас, вот, до всего Советского Союза. И вот за мужество, за тот героизм, который он проявил, находясь в тюрьме, которое было именно в этих стихах отражено, ему было в 1956 году посмертно присвоено звание Герой Советского Союза. Кроме того, в том же году ему была присуждена Сталинская премия. И вот до сих пор все эти стихи дети учат, потому что, когда мы проводим мероприятия практически каждый год, то эти стихи читают у нас учащиеся и воскресные школы, и учащиеся, и студенты, как это было вот на последнем мероприятии. То есть его творчество живет и по сей день. Спасибо. Теперь вы исполните песни сейчас. Немножко разбавим нашу беседу музыкальными номерами. Дубка лар, дубка лар, Играет музыка. Звучит песни сейчас. Суббитры создавал DimaTorzok Звучит песни сейчас. Суббитры создавал DimaTorzok Дубка лар, дубка лар, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Все стихи, которые мы прослушали на этом мероприятии, выражали его отношение к родине. Как он на самом деле переживал за народ. И вот в его стихах всегда звучало такое, что если вы умрете, то обо мне забудется. Альфи Абдул, вы могли бы включить микрофон? Вас плохо слышно. Там нужно кнопочку просто. Все, пожалуйста, продолжайте. Извиняюсь. Пишется о том, что если вы умрете, то обо мне все забудут. И всегда выражалось то, что если непосредственно мое имя, может тоже забыться. И вот мы в 16-й школе проводили мероприятие, конкурс, тоже посвященный Мусаджалилю. И вот отмечается, что дети с таким вдохновением выучили все стихотворения, все рассказывали. Ну вот, 38 детей выступило. И стихотворение вообще не повторялось ни одно. И такое, ну, чувство, что дети именно прониклись этими стихами Мусаджалиле. Ну, хочется отметить, что за такую короткую жизнь он написал такое количество стихов, в которых выражается любовь к родине. Есть стихотворение, посвященное дочери Шулпан. Это вообще, когда слушаешь это стихотворение проникновенное, что он переживает, как она вырастет, какой она будет. Ну, посвященном очень много стихов родине. И вот даже сейчас вот сказали, что с предучилища приходили дети. Ну, мы просто пригласили их как слушатели, а они пришли с подготовленными стихами. И так тоже хорошо все рассказали. Ну, очень понравилось мероприятие. И детям понравилось. Они довольны ушли, что такое мероприятие. Мы, вот этот ансамбль «Элхан», спели песни на стихи Мусаджалиле. Мероприятие прошло очень хорошо. На высшем уровне. Да. Спасибо. Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу передачу «Куншуах». Напомню, средства связи 28 58 69. Это номер прямого эфира и номер WhatsApp 8 700 028 58 69. Будьте активными, дорогие друзья. Задавайте свои вопросы. Можете также написать свои пожелания нашим гостям студии. Будем очень рады каждому звонку и сообщению. А пока послушаем музыкальную композицию. Далее продолжим нашу программу. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как сердцу против дула прямо. Я, мама, жить хочу, не надо умирать, Пусти меня, пусти, чего ты ждёшь? И хочет вырваться из рук ребёнок, И страшен плач, и голос тонок, И сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой, Сейчас вдохнёшь ты вольно. Закрой глаза, но голову не прячь, Чтоб тебя живым не закопал палач. И он закрыл глаза. И залила кровь по шее ленты красной, извиваясь. Две жизни на зиму падают, сливаясь. Две жизни и одна любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучах. Соплакала земля в глухой тоске. Вот сколько слёз, горячих и горючих. Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, Но ты миллионный лес жила для нас. Но испытала ли ты хотя бы раз? Такой позор и варуста такое. Страна моя, враги тебе грозят, Но подними великой правды знамя, Омой его земли кровавыми слезами. Пусть уничтожат, пусть пронзят Тех дикарей, тех варваров, Что кровь детей глотали жадно, Кровь наших матерей. Молодец. Действительно, стихотворение до мурашек. Мы даже здесь прослезились. Пусть будет только мир на нашей земле, Чтобы не было слёз материнских, Чтобы все люди были только живы, Здоровы, счастливы. Ведь это самое главное. Спасибо ещё раз. Когда ты сама читаешь, Милан, Это стихотворение, Какие ты эмоции испытываешь? Ну, грусть вначале, потом злость, наверное. А вот как тебе удалось выучить Такое длинное стихотворение? И ни разу не запнуться, не забыть? Абика помогла. Абика? А, вот Абика рядом, она и учитель твой. А помимо творчества Муса Джалиля, Читаешь ещё? Чьи тебе стихи ещё нравятся? Каких поэтов? Ну, Саджи, ну да, Гублтукая, В принципе, ну, если из татарских, То, наверное, в принципе, да, вот так. Много у вас таких способных, Талантливых учеников в классе? У нас много учеников таких, Которые любят, ходят, помнят. У нас Милана и поёт, И стихи Габдуллы, И Тукая читает, И мы с Эджалиля. У нас очень талантливые дети, А Милана одна из них. Ну, ещё, насколько нам известно, Вот у вас соблюдается, да, Приемственность поколения. Мне это очень нравится, Когда вы приходите на наши передачи, Всегда приходите с подрастающим поколением. Это такие вот талантливые, Способные мальчики, Мальчики, девочки, И мы знаем их очень много, да, Это и ваши дети, и внуки, А может, есть и правнуки. Вот хотелось бы, чтобы рассказали так же об этом. Вот какое, да, именно идёт воспитание Подрастающего поколения В вашем татарском культурном центре, Какие вы прививаете ценности. У нас, конечно, в татарском культурном центре Очень развито, В том плане, что, конечно, Они у нас вырастают и урешают. У меня внуки тоже участвовали, И в танцевальные номера готовили, И стихи рассказывали, И участвовали в различных комплексах. Ну, сейчас они уже уехали студентами, Сейчас вот уже другие, Другое поколение приходит. И постоянно проводим мы В татарском культурном центре мероприятия. Вот недавно мы были в библиотеке, И там это... На волне дружбы. На волне дружбы. Да, мероприятие было на волне дружбы. Тоже были участники девятых классов, И вот там два этнокультурных центра Было татарский культурный центр И украинский культурный центр. Там, значит, мы рассказали Про свое видение дружбы народов У нас в Казахстане. Украинские народы тоже рассказали Представители о дружбе народов Всех национальностей в Казахстане. И дети внимательно нас прослушали, Потом тоже выступали с песнями о дружбе. Это, ну, говорит о том, что, в принципе, Вот у нас и в Уральске, и вот культурными центрами Проводятся все мероприятия, Связанные, чтобы вот дети... В детях развивалась любовь, Развивалась любовь к родине, Патриотизм, чтобы вот именно... Ну, было чувство такое у детей, Чтобы они знали, где их малая родина, Большая родина, чтобы вот... Ну, вот эти мероприятия все специально И проводятся для этого, чтобы вот именно Преемственность поколений всегда была. Ну, о чем еще можно сказать? Вот сейчас вот мы будем готовиться После этих мероприятий, вот 16 февраля, Посвященных Муша Джалилю, Мы будем проводить мероприятия, Посвященные 1 марта, Это время, значит, единения... День благодарности. Да, день благодарности. Опять будем готовить стихотворения, Проводить мероприятия, Посвященные этому мероприятию. Затем будет у нас Наурез, Тоже мы там будем, И мы сами, и ансамбль Ялкан, И дети, которые в татарском... В татарской школе учатся у нас, В татарском классе, Они тоже будут участвовать В этих во всех мероприятиях. Ну, и вот таким образом у нас мероприятие, Там, получается, после Науреза, День рождения в апреле, Абдуллу Тукая, Мы опять там проводятся конкурс, Там вот дети у нас будут учить На татарском языке именно... Спасибо, Альфия Абдуллова, У нас есть телефонный звонок на линии, Я извиняюсь, что прервала вас. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Здравствуйте, добрый день. Рада вас слышать. Я буду приветствовать участников передачи И выразить им слова благодарности. Мы всегда с большой радостью Смотрим их выступления на концертах На сцену Райска. Дай Бог им всего хорошего, Самое главное здоровья, Творческих успехов. Очень рады встрече в будущем. Ждем концерт верхний. Всего доброго. Спасибо за ваши теплые слова. Это наши благодарные телезрители Смотрят сегодня наш эфир И, конечно, не перестают нас радовать Своими искренними словами благодарности. Это очень, конечно, приятно. И хотелось бы вот еще такой вопрос задать. Вы всегда тепло отзываетесь о нашей стране, О гостеприимстве казахов. А вот скажите, какие казахские обычаи Вы сами знаете. Какие из них вот похожи на ваши татарские? Хотелось бы, чтобы тоже об этом вкратце рассказали. Ну, в основном, многие обычаи Действительно родственны. Такие праздники, как наурез, Когда проводится День языка, Мы вот участвовали в одном мероприятии, Которое было дано. Нас пригласили. Мы там показали традиции, И какие бы есть у казахского народа, Когда, например, родился ребенок, Как ему это готовят бисек, Которым ребенка должны положить, Что для этого нужно, Если девочка есть или мальчик. Потом наша татарская область подготовила Угощение казахское. Что мы знаем? Безбармак, Месо там, Катыка, Кузе. Вот такие вот Были угощения, Которым угощали зрители, Которые там сидели. Но каждый на казахском языке О себе коротко сказал. Ну так, Кто, Чем занимается, И, ну, вообще. И пели песни казахскую, И достык. У нас, между прочим, К нам ходит один Любитель татарских песен, Любители, Ну, музыкальный человек, Серик. Карабалин. Карабалин. Карабалин, да? Карабалин. Он, Как-то, Я встретила его, Ну, встретили мы с Ножией, Наша старейшина была, На остановке. И он, Когда узнал, Что мы с этого общества, Татарский говорит, Как мне нравятся ваши песни. Как я хочу. И мы его пригласили. Вот уже третий год, Он у нас в мисс Минну ходит, Он у нас солист, Голос у него отличный. Вот. Мы такие мероприятия, Мы проводим во всех, Какие нужно, Там, Денья, Вот, Благодарности, Денья, И, в общем, Такие вот праздники, Когда мы не оставляем без внимания, Мы или у себя, Или перед театром выступаем, Или где-нибудь в школе, Вот как мы были недавно. В ассамблее часто выступаем. В ассамблее выступаем, Да. В филармонии. В филармонии мы проводили. Мы проводили праздник, Посвященный нашему композитору Жиганову. К нам приезжали с Казани. К Казани? Да. Да, приезжали его поклонники, И даже его родственник, Внук, по-моему, Да, приезжали. В наших мероприятиях Мы приглашали всех желающих, В том числе, Нам помогали даже вместе, Вот выступали и музыкальные школы, Наша детская музыкальная школа, И филармония наши, Пели песни, Музыкальные произведения играли татарских, Именно вот произведения Жиганова. Поэтому я бы сказала так, В общем, жизнь кипит у вас в татарском центре. Спасибо. Активные. И дай нам, Аллах, и дальше быть таким активным. Главное, чтобы все у всех было, конечно, за здоровье и мир над головой. Мы всем друзья. Благодарю. У нас остается 6 минут до окончания эфира. Ильмира Абдук-Кабир, что бы вы хотели так же дополнить к вышесказанному? Ой, конечно, если говорить, можно много говорить, Лаура. Центр у нас работает, центр у нас живет. И Аллах ашикар, что для этого есть у нас все возможности, И главное, есть желание. И у нас, и у старшего поколения, И у наших детишек, и внуков, да, Есть у нас желание. Но мне бы хотелось еще, пользуясь случаем, Сказать о приезде, пребывании на сфлюры Ириковны в городе Челябинске. Колесникова Лена Рафиковна, она депутат Госдумы. Сегодняшним днем она президент Конгресса татар Челябинска и Челябинской области. По ее приглашению мы с флюры Ириковны в 2015 году прибыли в Челябинск. И были свидетелями, присутствовали на открытии памятника героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля. Конечно, были и губернаторы, и приезжие гости из разных областей, и именитые артисты, и народные, и Россия, и Татарстана. Вот мы с Казахстана прибыли. Но самое то, что впечатлило нас, мы там встретились с дочерью Мусы Джалиля, Чолпан. Ведь Мусы Джалиль в своих застенках находил возможность писать на клочках. Именно стихи, посвященные дочери, свою отеческую любовь, как он проявлял, это, конечно, дорогого стоило эти минуты. Это для нас, конечно, история. И мы были горды, что именно встретились с Чолпан, с дочерью героя Советского Союза, нашего татарского поэта, Мусы Джалиля. Очень хорошая передача, конечно, очень поучительная. Хотелось бы еще много рассказать. Ну, время уже поджимает. Да, вот только время поджимает. Дорогие друзья, если есть желание учиться татарскому языку, мы вас приглашаем. Каждую субботу в 12 часов у нас проходят уроки татарского языка. Проводят уроки Хусаинова Миляуша Назиповна. Вы уже познакомились с нашим дорогим учителем, с нашими гостями. Где проходят? А проходит Татарский культурный центр. Вы, наверное, многие, если не все, знаете, что у нас в городе есть музей Абдуллы Тукая. Замечательный музей. Он один только в Казахстане. Именно музей, которым мы гордимся. И при нем же во дворе у нас Татарский культурный центр. Есть все возможности. Пожалуйста, приходите. Мы всегда вас рады видеть. Добро пожаловать. Ну, а я благодарю вас сегодня за участие в нашей программе. Спасибо вам за такое вдохновение. И за то, что вы пришли сегодня, уделили время, поделились секретами своего успеха, рассказали о планах на будущее. Мне остается пожелать только процветания вашему татарскому центру. Побольше вот таких ярких мероприятий, концертов, чтобы вы продолжали радовать свою публику. И чтобы дальше у вас преемность поколения развивалась. И вот такие были благодарные ученики. Спасибо. Здоровья вам, счастья и удачи во всем. Дорогие телезрители, а на этом я с вами прощаюсь. Всем хочется пожелать хорошего дня, благополучия, везения и побольше жизненной энергии. До свидания и до скорых встреч в эфире. Субтитры подогнали Симон.